В районе бухты Патрокол вечером желающие могли приобрести живых крабов, причем совершенно бесплатно. Необычную картину довелось наблюдать вечером в среду съемочной группе программы Автопатруль в районе бухты Патрокол. Обыкновенной палкой без особых усилий импровизированные рыбаки выбрасывали из воды на берег огромных крабов. Право собственности на эти сокровища никто не заявлял. Поэтому на берегу стихийно организовался своего рода рыбный базар, на котором, правда, не было ни продавцов, ни покупателей, а только добытчики и потребители. Последние быстро подставляли вместительные емкости и также оперативно относили добычу в свои авто. Откуда тут столько живого краба, никто не задумывался. Откуда краб здесь? Не знаем, откуда краб. Мы шли с детьми погулять, увидели, здесь краба ловят. Ну вот по одному взяли себе. Тем не менее, появление камчатского краба в водах Приморья имеет свою разгадку. По общему мнению людей искушенных, вероятнее всего завезен краб сюда искусственным способом. Но только неизвестные селекционеры едва ли открыто заявят о своих экспериментах. Как известно, браконьеры лишнего шума не любят. А то, что это были именно они, ни у кого сомнений не вызывает. Дальше в дело вступила природа. Течение поднесло крабов поближе к береговой черте, где рыбаки-любители завершили работу. Новый подарок принесло море владеостокцам. На этот раз им стал настоящий камчатский краб, неведомым образом занесенный сюда, в наши воды. Люди, сразу осознав ту радость и счастье, которое может принести этот деликатес, стали его вылавливать и выловили, ну, разумеется, тех, кто успел. А таких оказалось все же немного. Краб закончился довольно быстро. Припозднившимся ловцам достались буквально крохи. При том, что в отличие от первой, вторая волна добытчиков была вынуждена использовать легководолазные костюмы. Но, увы, рыбацкая удача им уже не улыбнулась. Телефон автопатруля 20-16-3-0-0. На проспекте Красного Знамени столкнулись два автомобиля. Ремонт хозяевам обойдется в разные суммы. Проспект Красного Знамени от кольца 3-й рабочей в направлении улицы Шилкинской поднимается автомобиль Toyota Vitz. За рулем машины девушка, которая спешит по своим делам. На очередном повороте автоледи притормаживает, чтобы пропустить другую машину. В этот момент в нее врезается двигающийся следом автомобиль Nissan Sunny. От каких-либо комментариев хозяйка Toyota Vitz отказывается, сославшись на то, что не крашена. А вот комментарии от нагнавшего ее водителя Nissan Sunny удается получить. Доехал на Nissan Sunny, вот поворачивал налево. Девушка резко притормозила гололед на дороге. Ну, вот так вот и получилось. Небольшая скорость была? Да, буквально 20 км в час. У вас сколько повреждения? Повреждения 1000 рублей. А вот Toyota Vitz повезло меньше. Повреждения у автомобиля более значительные. Хозяйка машины оценила ущерб на сумму, превышающую 50 тысяч рублей. Автомобиль новый, а оригинальные запчасти сейчас стоят недешево, считает девушка. Вместо составления европротокола разбираться в аварии приходится сотрудникам полиции. После оформления всех документов участники ДТП разъезжаются по своим делам. В Приморье вынесен приговор членам наркогруппировки из находки. Наркобанда торговли синтетическими наркотиками в находке занималась не один месяц. Задержать их удалось совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела МВД находки и специалистами ФСБ Приморского края. Участники группы использовали современные методы конспирации. И все операции по купле-продаже осуществлялись с использованием электронного кошелька в сети интернет. После перечисления денежных средств покупателю направлялось сообщение о месте нахождения наркотического вещества. По подозрению в хранении и распространении наркотиков оперативники задержали четверых жителей находки в возрасте от 23 до 25 лет. А уже по месту жительства задержанных изъяли более 600 граммов так называемой синтетики. Банковские карты, мобильные телефоны. Ранее лидеры группы уже были приговорены к 11 годам лишения свободы. Сейчас суд города Находка приговорил еще двух членов преступной группы к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Попав в аварию, водитель одного из автомобилей и не предполагал, что второго участника ДТП ему придется прождать несколько часов. Улица Новоивановская, 6А. Водитель автомобиля Toyota Hilux Surve садится в припаркованный автомобиль и начинает сдавать назад. Он едет с обеденного перерыва на работу. По какой причине произошло дальнейшее, мужчина затрудняется ответить. Возможно, он просто забыл посмотреть в зеркало заднего вида. Surve врезается в припаркованный рядом автомобиль Subaru Forester. Судя по всему, до этого случая Форестер уже побывал как минимум в одном ДТП. Поэтому сейчас сложно оценить, какой ущерб ему причинила новая авария. Включив аварийные огни, водитель внедорожника выходит на улицу. Он надеется, что сработавшая сигнализация привлечет внимание хозяина Форестера. Но водитель внедорожника еще не знает, насколько он ошибается в своих ожиданиях. На момент прибытия водитель Форестера отсутствовал на месте ДТП. В свою очередь водитель Toyota Surve весь день прождал его. К вечеру девушка, водительница Форестера объявилась. Разногласий у водителей не возникло. Повреждения девушка оценила до 50 тысяч рублей. Поэтому оформили им европротокол. После чего люди пойдут в старую компанию получать выболток. Пока водитель внедорожника ждал хозяйку Форестера, рабочий день закончился. Поэтому после оформления протоколов все отправились по домам. На катерной столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan Wing Road. Последний спровоцировал ДТП, неудачно увернувшись от третьей машины. Внедорожник Toyota Land Cruiser движется по улице катерной в сторону Русского острова. Дорога широкая, видимость отличная, скорость невысокая. Однако все эти обстоятельства не уберегают тяжелый джип и его владельцы от столкновения. Nissan Wing Road в буквальном смысле подставляется под передний бампер Крузера. С печальными последствиями для обеих машин. Как оказалось, произошло все из-за третьего автомобиля. Я шел по своему ряду, выезжает машина грузовая. Соответственно, по второму ряду идущая машина притормозила, испугавшись. Водитель сказал, что испугался. Дальнейшая ситуация. Он перестраивается в мой ряд. Соответственно, у меня торможение. Ну и гололед на дороге. Вы видите сами ситуацию. Длина тормозного следа Крузера впечатляет. Но еще больше удивлений вызывает траектория движения Wing Road. При том, что невооруженным глазом видно, дороги хватало всем. Что подтверждает и водитель грузовика, ставший виновником аварии. Выходил, вот поворот 180 градусов практически, сарай. Сам видишь какой, да? Ну посмотрел, поймал щель, все нормально. Как бы вроде тот шел в грузах по крайней левой, он мне не помеха. Этот долбор, не очень умный человек, шел по второй, но он шел где-то в районе Хабаровска. Извини, надо быть башкой-то дружить. Пошел в поворот, то ли он очка пронес, то ли ему пора очки менять уже на более сильные. Все, он скакнул в его полосу в левую и догнал. Надо ли говорить, что повреждения машин весьма разнятся. Так у невинно пострадавшего крузера лишь помят бампер. Владелец определяет повреждения как легкие. И не сомневается, что на здоровье его старенького, но еще очень крепкого автомобиля, эти вмятины не скажутся. Что же касается пугливого Вингроуда, то ему досталось изрядно. Задняя часть смята, повылетали стекла, потребуется замена оптики. Грузовик не пострадал вовсе, что неудивительно, если посмотреть, на каком расстоянии от него находится аварийное авто. Люди не получили вообще никаких повреждений, если не считать шока от произошедшего. Так получилось, что для всех трех участников это неприятное происшествие – дебют. Уважаемые жители и гости города, будьте внимательны и осторожны в местах массового пребывания людей. Если вы заметили подозрительный предмет, человека или автотранспорт, длительное время находящийся вблизи мест скопления людей, срочно обратитесь к ближайшему наряду полиции, в дежурную часть или позвоните по телефону 02. Снято. Автопатруль.